Привет, друзья! С вами профессор Гуглов. И сегодня я расскажу вам про 10 гениальных идей Николы Тесла, которые взорвут мир технологий. Использование космических лучей. Среди различных увлечений Тесла фигурировала идея освоения свободной энергии. Свободную энергию можно получить из таких мест, как атомная энергия или лучистая энергия. И она могла бы обеспечить практически бесконечные ресурсы при минимальных затратах. Тем не менее, идея освоения свободной энергии рассматривается как лженаука большинством исследователей. Электродинамическая индукция. Тесла считают отцом переменного тока, но сам он мечтал о мире, в котором была бы беспроводная сеть передачи энергии. Чтобы сделать это, он предложил создать всемирную беспроводную систему, которая будет состоять из башен Тесла, передающих электроэнергию без проводов по всему миру. Он доказал жизнеспособность своей идеи на наглядном примере, демонстрируя на публике зажженную лампочку, которая находилась в метре от катушки Тесла. Воплощать свою мечту Тесла начал, построив башню One & Clive в Нью-Йорке. К сожалению, строительство перестали финансировать после того, как банк-спонсор JP Morgan узнал, что Тесла планирует раздавать всем электроэнергию бесплатно. Холодный огонь Тесла хотела отказаться раз и навсегда от использования мыла и воды в ванных комнатах. Под воздействием аномалии, известной как холодный огонь, человеческое тело находится под напряжением переменного тока в 2,5 миллионов вольт. Со стороны это выглядит так, как будто человек полностью окутан огнем. Теслоском Еще одно изобретение Тесла – устройство для общения с инопланетянами. Ученый утверждал, что он смог несколько раз пообщаться с внеземной жизнью, используя свой теслоскоп. Также теслоскоп можно было использовать как гиперпространственный эсциллятор, преобразуя космические лучи в энергию, которая может быть использована человеком. Луч смерти Теслы Хотя многие изобретения Теслы могут показаться опасными, сам гений ненавидел войну и потратил массу времени и энергии на создание луча смерти, который был в состоянии предотвратить любую войну. Луч смерти представлял из себя ускоритель частиц, способный выстреливать лучом энергии на расстоянии более 400 километров. Тесла утверждал, что этот луч может расплавить двигатели и сбить любой самолет. На создание ему были нужны всего 2 миллиона долларов, но изобретатель так и не нашел денег. Управление погодой Тесла полагал, что погодой на планете можно управлять, и плодородные сельскохозяйственные угодья могут быть созданы в любой окружающей среде путем использования определенных радиоволн, которые локально изменят магнитное поле Земли. Тесла получил множество патентов на свои изобретения по контролю погоды и якобы доказал, что волны могут быть использованы для управления погодой. Некоторые теоретики заговора считают, что бумаги Тесла в конечном счете попали в чужие руки и используются сегодня, чтобы управлять погодой. Рентгеновская пушка Над проблемой рентгеновского излучения работали многие ученые, в том числе и Тесла. Используя оригинальные конструкции рентгена, Тесла продолжил его эксперименты с рентгеновскими лучами. В это время Тесла очень близко подружался с Марком Твеном, который часто посещал салоны Тесла после того, как изобретатель вылечил его от запора. Твен и Тесла часто ставили эксперименты с рентгеновской пушкой, которую изобрел Тесла, пытаясь пробить пучком рентгеновского излучения лист бумаги. Но сделать это им не удалось. Переменный ток В 1882 году Никола Тесла переехал в Париж и начал работать с Томасом Эдисоном. Эдисон уже открыл постоянный ток, который, как он думал, решит проблемы с электричеством всего человечества. С генератором постоянного тока было несколько проблем, и Эдисон пообещал 50 тысяч долларов Тесла, если тот сможет передать генератор и исправить проблемы. Электрификация всего мира Тесла полагал, что можно осветить весь мир, позволив сократить потребность в электроэнергии. Он хотел использовать принцип разреженной газовой люминесценции, которая гласит, что определенные частицы газа испускают свечение, когда они возбуждаются энергией. Изобретатель планировал выстрелить сильным пучком ультрафиолетовой энергии в верхние части нашей атмосферы. Это должно было заставить частицы в атмосфере светиться по всей Земле, подобно северному сиянию. Осциллятор Теслы Все состоит из атомов, и в каждом объекте атомы вибрируют на своей собственной частоте. Когда частота колебаний механической системы совпадает с естественной частотой вибрации атомов, система входит в резонанс. Примером может служить мост через пролив Токома, который рухнул, вводя в резонанс сравнительно слабым ветром. Используя эту концепцию, Теслы разработали карманную машину, способную разрушить здание. При эксперименте с осциллятором начался странный шум, и вокруг машины начали измениться молнии. Затем все в его лаборатории начало летать вокруг машины. Тесла был вынужден разбить машину молотком, прежде чем рухнуло все здание. Тесла думал, что его машина будет иметь возможность передавать механическую энергию в любую точку мира, используя телегеодинамику, а также считал, что она обладает целебными свойствами, если подобрать естественную частоту вибрации человеческого тела. На этом все, с вами был профессор Гуглов, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Увидимся!